Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. По прибытию великого американского шахматиста Пола Морфи в Великобританию, был организован сеанс одновременной игры вслепую на восьми досках, в котором Пол Морфи играл против достаточно сильных местных шахматистов. Одним из этих восьми игроков был Джеймс Стэнли Киппинг, игрок весьма неуступчивый, обладающий комбинационным стилем игры. В этой партии Пол Морфи допустил одну единственную комбинационную ошибку в этом сеансе, за что был жестоко наказан. Партия очень поучительная и она демонстрирует те трудности, с которыми сталкивается сеансер в подобных состязаниях. Итак, Е4 пошел Пол Морфи, в ответ Е5, КФ3, КЦ6, Д4. Морфи избирает шотландскую партию. Но и в этом варианте после ЕД находит возможность разыграть гамбит. Слон Ц4. Знаменитый шотландский гамбит, который не потерял актуальности и в наше время. Конечно, основные продолжения этого острого варианта уже давно вдоль и поперек изучены, а тогда, в середине 19-го столетия, соперники могли начинать импровизировать уже буквально с первых ходов. Конечно, такой подход с помощью современной дебютной теории и мощных аналитических модулей может быть разбит в пух и прах. Но все же партия не теряет своей красоты и принципиальности. После хода С5 в этом положении лучше всего было пойти С3. КФ6, СД, СНБ4 и мы с вами получили основной вариант итальянской партии. Но вместо того, чтобы сыграть С3, Пол Морфи, который всегда ценил развитие, делает рокировку, что является не самым точным ходом. Напомню, в этой ситуации черные могли сыграть КФ6, переходя на рельсы знаменитой атаки Макса Ланги, одного из вариантов защиты двух коней. Далее Е5, Д5, ЕФ, ДЦ. Очень острая, интересная борьба. Но Киппинг в этой позиции играет Д6. Это одно из лучших решений. Таким образом, он не дает белым с комфортом в будущем продвинуть пешку на Е5. Морфи же настаивает на гамбитном характере игры и ставит пешку на С3. Киппинг не поддается. Он защищает пешку ходом ФФ6. Слон Ж5, ФГ6, СД, КД4. КД4, ФГ5. Очень непростой соперник попался полуморфий в этой партии. У черных уже два слона и они создают ряд угроз. Например, если просто развить коня на С3, то следует размен на Д4, СНН3. И ввиду мата на Ж2, белым нужно расставаться с качеством после хода Ж2-Ж3. В то же время заслуживал внимание ход КНФ3. Нападаем на ферзя. После отхода КНЦ3, КНЕ7. Черные успевают сделать рокировку и получают лишнюю пешку безо всякой компенсации со стороны белых. Это было лучшее, что находилось у Морфи в данной позиции. Но американец решил сыграть активнее. Он пошел Ф4, напав на ферзя, но тем самым ослабив диагональ Ж1-А7. Киппинг отошел на Ж6, КНХ1, парируя угрозу СНН3. Конечно, пешка Е4 неуязвима, последует ладья Е1. Поэтому черные решили развить коня на А6. Хотя в принципе можно его было поставить и на Ф6, нападая еще раз на пешку Е4. Возможно, англичанин боялся продвижения белой пешки на Е5 с нападением на коня. Поэтому и поставил его на край доски. Тем не менее, этот конь достаточно неплохо расположен и может в случае чего войти в борьбу, создавая угрозу вилки. В этой позиции белые могли сыграть активно. Например, Ф5, нападая на ферзя. Также неплохо КНЦ3, продолжая развитие. Но именно здесь Пол Морфи допускает серьезную тактическую ошибку, которой моментально пользуется его соперник. Он не дает встать на Ж4 коню или слону черных, играя А3. Казалось бы, полезная форточка. Сейчас после рокировки белые успеют сыграть КНЦ3 и завяжется оживленная борьба. Но здесь соперник Пол Морфи подметил возможность выиграть материал и нанес мощный удар слон БЦ3. Создается угроза мата на Ж2, поэтому брать нужно. И здесь взятие на Е4 осуществляется с шахом. Нападаем еще и на коня Д4. Киппинг учел все нюансы. Если перекрыться конем, то теряется слон. А шах на Е1 не особо опасен. После КД8, ЛДЕ8 и у черных серьезное материальное преимущество, а потеря рокировки не играет большой роли. Поэтому после ферзь Е4 Морфи перекрылся ферзем. Переход в Эншпиль здесь ему за счастье. Но соперник неумолим. Он забирает на Д4, ЛДЕ1 и отходит на Д7. Пол Морфи, имея под боем слона и пешку, изворачивается как может. Он ставит коня на А3, но после взятия на этом поле дает шах. С6 и БА. Морфи ставит достаточно прозрачную ловушку. После взятия последует ферзь Б7, шах, далее взятие на А8 и белая побеждают. Но конечно шахматы не шашки. Брать слона не обязательно и черные просто развивают ладью. У них уже три лишних пешки, а далее будет больше. Ладья АЦ1 играет Морфи, создавая угрозу слон С6. Но простая защита Д5. Ферзь Б3. Пол Морфи до последнего пытается использовать комбинационные возможности этого положения. Но опять же, брать слона совершенно не обязательно. После взятия на Б5, король Д6, взятия на Е8, взяли забрали ферзь Е4. И получается вот такое интересное окончание с лишним качеством у белых. Оно примерно равное. Но черные снова не забрали слона. Сыграли король С7, прикрыв пешку Б7. Слон Д3. И типичная борьба за вертикаль Е. Черные пользуются пунктом на Е3, ставят туда ладью. Далее хотят пойти ладья АЕ8. Сейчас уже создали угрозу взятия на А3. Поэтому Морфи вынужден разменяться. Ладья Б1. Защищать слабости на королевском фланге, конечно, дело неблагодарное и абсолютно безнадежное. Поэтому Пол Морфи до конца контратакует на ферзьевом фланге. Но, конечно же, черные с шахом забирают пешку. Делают простой защитный ход. Б6. И, по сути, здесь уже можно было сдаваться. Пол Морфи продолжил партию. Он пошел ладья Е1. Ферзь Ж3. Король Ф1. Взять НФ4. Посмотрите. У черных уже целых 5 лишних пешек. По сути, для того, чтобы уравновесить этот материальный перевес соперника, белым нужно было иметь в своем активе еще одну ладью. Ну а так, конечно, положение белых абсолютно безнадежно. Король Ж2. Шах. Король Ф1. Конь Ж4. Прикрыв поле Е7 от вторжения ладьи, черные с решающим эффектом подключают коня к атаке белого короля. Ладья Е2. Конь Е3. И, не желая продолжать сопротивление в этом безнадежном положении, Пол Морфи сдался. Вот такая очень жесткая, неуступчивая игра со стороны Джеймса Стейнли Киппинга привела в конце концов к тому, что Пол Морфи утратил бдительность и пропустил мощнейший удар на H3, который в конце концов привел к триумфу его соперника. Нужно отметить, что Джеймс Стейнли Киппинг передал свои шахматные гены внуку. Сирил Киппинг в итоге оказался весьма способным шахматистом, стал международным мастером и международным арбитром по шахматной композиции. Не так давно мы с вами на канале рассматривали очень интересную задачу Сирила Киппинга, в которой одна единственная белая пешка сражалась против целого комплекта черных фигур и превращаясь в коня, делала неизбежным мат черному королю. Вот такая очень красивая партия, надеюсь, что она вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok